Это программа Актуальное интервью в студии Ивана Лазаренко. Здравствуйте! 2021 год объявлен в стране годом науки и технологий. Какие прорывные научные открытия ждут Северо-Восточный Федеральный Университет в наступившем году? Над чем будут работать ученые и студенты главного вуза республики? Мы поговорим с ректором Северо-Восточного Федерального Университета имени Максим Кирович Амосова Анатолием Николаевым. Анатолий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Этот год в стране был объявлен годом науки и технологий. Значит ли это, что дополнятся ранее принятые программы и планы университета в области научных изысканий? Спасибо! Мы очень обрадовались, что этот год Российской Федерации будет годом науки и технологий. Но сейчас мы как федеральный университет работаем не как образовательная организация, но и очень большой упор делаем на научные исследования. На данный момент мы разрабатываем свою программу развития. И в рамках вот этой программы, нашей программы развития, мы, конечно же, придерживаемся и той стратегии, которая принята у нас Российской Федерации. Это стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 1935 года. И накануне Нового года председатель председателя Украины Мишустин распоряжением подтвердил программу фундаментальных научных исследований до 1930 года. И, конечно же, мы в рамках вот этих больших программ, в соответствии с этим программ, будем работать в научных исследованиях. И, конечно же, мы ставим акцент на междисциплинарные исследования, на широкую международную коллаборацию, на развитие научно-исследовательской среды, создание инновационного роста научных исследований. Ну, то есть мы будем модернизировать, улучшать работу наших лабораторий. И, конечно же, одним из вопросов становится для нас коммерциализация технологий по приоритетному направлению. Ну, университет не секрет развивается из года в год. Расскажите, пожалуйста, как будет развиваться научная деятельность университета и какие новые интересные проекты в этом плане запланированы? Ну, в прошлом году у нас закончилась реализация некоторых проектов по государственному заданию. Их было семь. В прошлом году мы подали где-то десять научных проектов. Все они были поддержаны. Это проекты по исследованию и также климата, и новых технологий и так далее. Мы в этом очень обрадовались. И у нас еще поддержано несколько мегагрантов. И впервые мы обрадовались, что поддержан мегагрант на сохранение языково-культурного многообразия и источников развития Арктики, Субарки и Российской Федерации. Да, и было более 400 заявок, да, всего где-то около 40 проекта было поддержано. Да, и среди них вот такого документанта социального характера проекта «Вирел». Мы в этом были очень воодушевлены, да, и проект достаточно большой, где-то около 90 миллионов проект будет стоить. Да, и кроме этого, мы в этом году открываем международные новости лаборатории по изучению климата и северных экосистем, да, и будем делать хорошую оценку и прогноз тенденции изменения климата и воздействия на природные экосистемы. В конце года мы узнали, что поддержано два проекта, да, наших молодых ученых, да, победителей гранта президента Российской Федерации. Это по сельскостноукам, да, адаптации к средствам условиям растений. И один проект был по математике и механике. В целом, по университету достаточно большое количество проектов, кроме как вот 10 проектов по госзаданию, да, у нас еще и есть задания и проекты по фонду РФФИ. Сейчас, ныне, действует по университету где-то 50 проектов по РФФИ, два действующих проекта РНФ. Ну и, конечно же, мы наращиваем потенциал и достаточно много делаем для того, чтобы привлечь большое количество молодых ученых, да, аспирантов, студентов. Ну и в этом направлении, конечно, мы работаем и с ведущими учеными не только нашего университета, нашей страны, но и с другими учеными из других стран. Ну вот, кстати говоря, о международном сотрудничестве. Расскажите, пожалуйста, как будет университет сотрудничать на международном уровне, как это сотрудничество будет все-таки трансформироваться с учетом неспокойной эпидемиологической обстановки? Ну, сейчас, конечно, вот эпидемиологическая ситуация несколько притормозила наше участие международного проекта, но это не значит, что мы совсем не работаем, да, у нас есть возможности в интернет порядке взаимодействовать, да, у нас в предыдущие годы накоплен достаточно большой материал, и экспедиционный материал, и так далее, да, который мы сейчас совместно разрабатываем и в тех лабораториях, которые не наши, да, и в наших лабораториях. И кооперация вот этих данных, да, общая аналитика и так далее, конечно, делает достаточно хорошие выводы и публикации, да. Ну, сейчас количество публикаций мы достаточно хорошо увеличили, да, и по результатам прошлых лет, да, мы их увеличили где-то до 700, это публикации Web of Sciences Campus. Ну, когда, как мы начинали, стали федеральным университетом, у нас было где-то около 20 на весь университет, а сейчас более 700. Ну, это, я думаю, достаточно хорошая динамика, да, мы не останавливаемся, да, и качество публикаций тоже становится хорошим, да, это как Ку-1, Ку-2, ну, это те, кто знают и работает в науке, знают, что это достаточно хорошего высокого уровня журнала. У нас сейчас два выигранных гранта по существенным зарубежным ученым, да, сейчас у нас есть и проекты по изменению климата, по изучению мамонтовой, достаточно хороший проект, да, и сейчас мы получили, конечно, поддержку от фонда Абу-Даби, да, поступила хорошая аппаратура, мы его установили, да, и сейчас уже будем запускать, в течение ряда лет мы совместно работаем с коллегами из Германии, да, и с институтом Альфреда Вегенера, да, и мы изучаем озерные экосистемы арктийских территорий, ну, и всей Якутии, да. У нас хорошее участие в проектах университета Арктики, мы инициаторы и подглавляем где-то 4-5 вот таких тематических тем по университету Арктики, да, мы, конечно, можно перечислять и перечислять, да, и, конечно же, сейчас была сделана поддержка, да, по цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. Ну, этот проект претендует, ну, стал проектом Арктийского совета, да, и это один из ведущих проектов нашей страны. Мы этим тоже достаточно горды и тем, что вот это вот получили поддержку и в этом направлении работаем. Буквально недавно закончилась республиканская конференция «Шаг в будущее». Я знаю, насколько я знаю, университет оказывает очень серьезную поддержку школьникам, будущим абитуриентам университета, ну, и молодым, естественно, ученым. Расскажите, как идет подготовка научных кадров и много ли студентов все-таки выбирает на науку? Ну, для того, чтобы подготовить кадры, это не просто там, чтобы... Делать какие-то действия, чтобы они поступили к нам, находить кадры, это достаточно сложно, да. Надо уже детского возраста их заинтересовать какой-то темой, да, чтобы у них загорелись глаза. И вот как раз вот такая тема и такое мероприятие, как «Шаг в будущее», это та площадка, где вот как раз мы уже находим, открываем новые яркие личности. Я уже сказал, могу сказать, что точно они личности, да, у которых есть интерес к науке. Вот в этом возрасте они наиболее открыты, да, и показывают достаточно хороший уровень знаний. Ну, конечно, при поступлении в наш университет мы уже начинаем их готовить не только вот для... Как кадры для республики, для страны, да, но и присматриваемся к тем студентам, которые наиболее хотят заниматься научным исследованием, да. Сейчас уже приняты изменения в аспирантуре, и уже обязательным условием итоговой аттестации должна стать уже предсчета кандидатской диссертации, да. Но если этого нет, да, то получается, они получат справку о том, что они учились в аспирантуре. Так что сейчас мы уже дали задание научным руководителям и так далее, чтобы они пересмотрели свои планы, и чтобы уже в рамках аспирантура мы получили достаточно большое количество кандидатов в науку. Ну, и в этом плане, конечно же, мы будем работать, чтобы у них были достаточно хорошие публикации и достаточно хорошего уровня научной темы, научной работы, чтобы в рамках вот этого они смогли защитить свои диссертации и становиться кандидатами в науку. Анатолий Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Над чем будут работать ученые и студенты Главного вуза Республики в этом году? Мы говорили с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. Ну и, конечно, дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.